Виталий, я Анастасия Федоровна, и сегодня это Матвей Анапольский, журналист и ведущий. Матвей, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с информации, которую озвучили пропагандистские издания, в частности РИА Новость, что Сергей Шойгу 13 сентября посетил Пхенья, где его принял северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Ну и сейчас, конечно же, интересно, про что говорили, обещали ли и сделали ли то, что обещал Путин, когда был на встрече с Ким Чен Ыном. Но здесь еще важен нам вот какой вопрос. Про Украину без Украины. Очень много разговоров также очевидно, что есть. Накануне Зеленский критиковал, в частности, и разнес китайско-бразильский план. Как думаете, может ли сегодня быть такое, что россияне, политики ездят, скажем так, по миру и собирают какую-то информацию и предлагают свой мирный план? Есть шансы, что про Украину продолжают говорить без Украины, и что, в частности, даже в Северной Корее, кто знает, сегодня эта тема будет затрагиваться? Ну, видите ли, во-первых, есть такая поговорка, на каждый роток не набросишь платок, поэтому никто не запрещает кому угодно, во-первых, ездить в какую угодно страну и выдвигать свой мирный план. Другое дело, что Зеленский абсолютно справедлив, он, правда, очень жестко, не очень дипломатично, как мне кажется, высказался о плане Китая и Бразилии. Ну, прежде всего, это как-то странно, понимаете, ни бразильский лидер, ни китайский лидер не были в Украине, ничего в ней не видели, тем не менее, простите, клепают, соединяют уже с ежом и выдвигают мирный план. Понимаете, это как-то оскорбительно для Украины, я реакцию Зеленского понимаю, потому что, ну, это как, знаете, ты сидишь, кушаешь мороженое, а родители обсуждают, поедешь ты к бабушке или в пионерский лагерь, вот что-то вот такое. Поэтому, в принципе, это недопустимо. И тут есть такая абсурдная история. Ну, какой бы план они ни предложили, понимаете, да, ни склепали, ни скрутили, вряд ли Украина его примет. Потому что, если там не будет написана, например, фраза, первый пункт, он же единственный, что Россия капитулирует, и они знают, как, а Путин идет в Гагский трибунал, тогда это можно рассматривать. Все остальное – это как бы посерединке территории. Понимаете, вот передо мной мирный план Джейди Вэнса. Мы же все время гадали, что за план мирный у Трампа. Трамп молчал, а Вэнс его объявил. Вот, пожалуйста, вам мирный план. Замороженная демилитаризованная линия фронта, то есть останавливаемся посерединке, обязательство не вступать в НАТО и в обмен на это сохранение независимости. То есть, вот это вот Трамп предлагал, вот это вот он собирался, извините, я на другую тему перешел, но это крайне важно. Он же сказал, что он за один день остановит войну. Вот он звонит Путину, предлагает это. Путин говорит, Трамп, ты, конечно, хороший человек, наверное, да, богатый во всяком случае, но я сейчас наступаю как на Курщине, так и на Донбассе. Зачем мне твой мирный план? У меня все хорошо. И действительно, у Путина все хорошо. Значит, этот план нагревания воздуха. Какой бы план не придумали какие-либо страны, это абсолютная пустышка. Поэтому они могут ездить, они могут разговаривать. Все эти планы не предусматривают восстановления хотя бы ситуации на 91-й год. Когда российские войска убираются с территории Украины и уходят за границы 91-го года. Поэтому все это пустое. Путин продолжает войну, нет никаких обозначений, указаний, что он хочет эту войну прекратить. Он превращает экономику Российской Федерации в военизированное государство. И главный принцип войны, продолжение этой войны, который помогает Путину. Путин считает, что ресурсов у него на ближайшие 10 лет. Это, кстати, война уже идет 10 лет. А войну эту можно остановить только условием, кроме смерти Путина или ухода его любого с политической арены, истощением России. Чтобы у России не было кем воевать и чем воевать. Но я такого в ближайшее время не вижу. Поэтому эта война может двигаться сколько угодно. Зачем позорят себя некоторые страны, которые предлагают все время какие-то мирные инициативы, я не понимаю. Ну и тем временем также сейчас стоит острый вопрос нанесения Украины ударов дальнобойным западным оружием по территории России. Есть также реакция Путина. Он как-то очень скромно сказал, что это будет означать, что США и страны НАТО напрямую участвуют в войне, заявил Путин. Как думаете, Матфей, это какая-то угроза неполная или это уже не угроза? Означает ли это, что Путин достанет ядерную лужу? Как это все понимать? Ну, реакция как-то очень слабая, скажем так. Ну, слова Путина все-таки на данный момент весят больше, чем интонация, с которой он говорит. Это может быть пустое, потому что непонятно, чем Путину отвечать. Если ракета летит на 300 километров, что на 300, что на 600, это не имеет никакого значения, тем более, как вы знаете, и зрители, наверное, знают, что все стоящие какие-то вооружения, в частности авиацию, Россия убрала с той дистанции, где украинские средства поражения могут ударить под ним. Самолеты выведены далеко, поэтому плечо стало больше. Мы стали в Украине раньше знать про то, куда летят ракеты, вот они летят и так далее. Но все это продолжается. Путин не кричал и не бил кулаком по столу, когда он начал специальную военную операцию, как они это называют. Путин не стучал и не бил кулаком по столу, когда они захватили Крым. И с таким же успехом Путин может совершенно спокойно с издевательской улыбкой на лице, которая ему свойственно распорядиться, ударить ядерным оружием по территории Украины, Запада и так далее. Мы, понимаете, мы приписываем ему какие-то логические поступки, которые основываются на нашем понимании логики. Но у него логика совсем другая. Любыми средствами покорить Украину, предварительно ее либо уничтожив, либо поставить на колени, это у него такая большая политическая и военная идея. А для достижения цели все средства хороши. Поэтому, конечно, Китай говорил ему, что он не в восторге от идеи использования ядерного оружия. Запад, безусловно, предупредил, Вэнс был у него и там они разговаривали. Короче говоря, все были, все все сказали. По логике он должен уже прекратить войну и искать пути к миру. Но все это фейк, все эти разговоры фейк, это действия российской пропаганды. Ничего он не ищет, он продолжает воевать. И вот, по сути, то, что сказал, то, что сказал вице-президент, который хочет быть от Трампа вице-президентом, да, Вэнс вот этот, это, по сути, переписано с хотелок Путина. Как Украина на это может согласиться? В общем, Путин пока что может себе позволить использовать ядерное оружие. Последствия будут, они известны. Но ядерное оружие может быть использовано без проблем. Тем временем мы также наблюдаем за тем, что говорят и другие политики и чиновники в России. В частности, министр обороны Белоуса очень долго молчал. И вот впервые появилась информация, что он проинспектировал группировку российских войск Запад, которые участвуют в боевых действиях. Что это значит? Молчание и вот такая, скажем так, какая-то дистанция министра обороны от всего, что происходит. Заявлений мало, ничего нет. У Курской области. Якобы контрнаступление начинается, но, как говорят аналитики американские, у россиян уже есть проблемы. Какая роль сегодня министра обороны России? Ну, у него роль министра обороны. Если Зеленский ездит на проблемные участки фронта, то, наверное, должен ездить и министр обороны. Понимаете? То есть, почему бы и нет? Я бы не искал в этом какие-то намеки. Знаете, мы часто подвержены тому, что все время ищем какие-то знаки. Здесь никаких нет знаков. Он поехал инспектировать. Человек, он маловлиятельный. По сути, он бухгалтер. Когда Путин собирается от безопасности, то он там сидит и молчит. Понимаете? Он занимается хозяйственной деятельностью. Он министр обороны. И реально он занимается хозяйственной деятельностью. Поэтому он поехал проверить, все ли украдено, не все ли украдено. Какого качества каша, которую кормят солдат. Понимаете? Ну, вот вдумайтесь. Он не может приехать с какой-то политической идеей. Он не может, например, приехать и сказать, вы плохо воюете, идите вперед. Потому что там есть командующие фронтами, подразделениями, которые говорят, как воевать. Поэтому это просто инспекционная поездка. Давайте на такого человека, как российский министр обороны, вообще не обращать внимания. Он ничего не решает. Он просто живет и получает зарплату. Вот и все. И следит за бухгалтерией. Ну, пусть следит. Второй саммит мира, который будет, должен быть. На самом деле, есть уже много разговоров в западных СМИ. А где это может быть? Может, это Индия? Потому что мы знаем, что индийский премьер также был и в России, и в Украине. Сейчас якобы опять должна быть какая-то встреча. Как думаете, собрать удастся нам этих всех лидеров, учитывая, кстати, тот факт, что уже скоро и БРИКС в России, и там собираются лидеры, он расширяется. И мы знаем, что когда было первое заседание, нам было тяжело договориться с странами, которые находятся в этой организации. Ну, а что теперь? Насколько будет тяжелее, легче? И какая вообще сегодня, скажем так, цель такого собрания, если там будет Россия или не будет? Ну, я бы разделил это на две части. Давайте с конца. Конечно, России там не будет. И меня удивляют настойчивые заявления самых разных людей, в том числе и президента Украины, которые говорят, что мы будем требовать, мы будем настаивать, мы будем предлагать, чтобы Россия туда пришла. Есть такой человек, не Бензи, наверное, знают его зрители, это представитель России в ООН. Мы же понимаем, что Путин, например, туда не приедет, на эту встречу. Во-первых, если это будет в Индии, то, ну, везде могут Путина арестовать. Вот он боится лететь без своих истребителей в Турцию, понимаете? А Эрдоган, он человек гордый, его уязвляет, что Путин не доверяет ему как президенту и хочет лететь, хочет, чтобы тот летел только со своими истребителями. Это вот, понимаете, такие вещи, которые в политике и в дипломатии очень плохо воспринимаются противной стороной. Это первое. Значит, приедет кто-то типа Небензи. Небензи, представитель России в Организации Объединенных Наций, вы знаете, какие он слова говорит. Про проклятый украинский фашистский режим, который должен быть уничтожен, про съедение детей и распятие мальчиков в трусиках. Поэтому я, честно говоря, кроме просто непонимания, зачем там нужна Россия для того, чтобы предоставить ей декларативное, возможность декларировать свои откровенно нацистские и шовинистические идеи, просто вот перед всеми странами, понимаете? Я не понимаю. Для того, чтобы Россия туда приехала, должна быть какая-то конфигурация, где Россия на что-то хотя бы может сказать «да». Но если бы я был президентом России, я бы ни в коем случае туда не ехал. Почему? Потому что, во-первых, это собирает его враг Зеленский. Во-вторых, смысл того, что приедут туда разные страны, больше ста стран, которые будут говорить, что Россия не права, зачем мне там быть? Зачем даже Небензи там быть? Понимаете? То есть проблема содержания этих конференций, саммитов мира, которые делает Зеленский, в них нет сути, в них нет мяса, есть просто декларация. Отсюда идет проблема номер один. Вот представьте себе, что я приехал на предыдущий саммит в Швейцарию. Я представитель, не знаю, там, Чехии. Ну или давайте возьмем страну, которая половинкой себя поддерживает Путина. Например, Австрия. Вот приехала Австрия, да? Она там походила, она сказала «да, мы за мир». Вдруг приходит новое приглашение «приезжайте». И Австрия задает вопрос «а зачем? Мы же уже сказали, что мы за Украину». Понимаете? То есть, как бы, как Зеленский все время пытается сказать, заявить, что, например, у новой встречи будет новое содержание. Но вы меня простите, все заняты своими делами. И я боюсь, что если там не будет чего-то, что, как принято говорить, можно пощупать, он не соберет достаточное количество стран. Потому что это будет повторение пройденного. Понимаете? То есть, будет очень странная история такая для Запада, что Зеленский просто собирает, потому что ему это надо. Да, Зеленскому это надо. Но странам, которые приезжают, зачем им это надо? Если бы, например, ты приехал, за что-то проголосовал, не знаю, там вдруг свалилось какое-то оружие. Ну вот понимаете, да? То есть, была какая-то внутренняя суть, которая следующую ступеньку этих конференций делает, движет дальше. Тогда имеет смысл приезжать. Но собираться где угодно для того, чтобы сказать «мы за мир». Просто «мы за мир». Понимаете? При том, что там не будет России, это на сто процентов, и Путин заявит, что это скоморошье собрание, которое никому не нужно, и именно в этот момент обстреляет в Украине новый Ахмадид, я думаю, что у Зеленского будут некоторые проблемы, может быть, даже большие. По поводу обстрела в Украине, известно, что Россия продолжает это свое дело, которое начинало еще в начале полномасштабного вторжения за минувшие сутки. Окупанты обстреляли также энергетику Украины. Шесть областей пишут, что есть повреждения. Здесь еще в придачу и иранские ракеты, которые прогнозируют, что в ближайшие недели они будут также в Украине. Ну и что интересно, еще появилась информация в СМИ, что якобы Путин в Турции договорился не обстреливать, согласился не обстреливать нашу территорию, наверное, взамен на то, чтобы и Украина, в свою очередь, также ничего не делала плохого на территории Российской Федерации. Как вам эта вся история? Неужели Путин мог отказаться от того, чтобы все же, как он мечтает, засунуть Украину в блэкаут, сделать тотальный холод, особенно накануне зимы? Мог ли Путин и может ли сейчас отказаться от своих планов? Ходят разные слухи, никем и ничем не подтвержденные, что всякие разные чиновники путинской администрации выходили с идеей наложить какой-то там взаимный мораторий перед зимой на вот эти вот, значит, обстрелы энергетической инфраструктуры. Никаких подтверждений официальных я по этому поводу не слышал. Кроме того, вот вы говорите, что Путин договорился в Турции. С кем он договорился? С Эрдоганом? Так Эрдоган и не обстреливает. Я думаю, что вот сейчас Путин с этим опоздал, потому что если даже разрешат частично британским оружием бить по российской территории, то никаких договоренностей с Россией быть не может. И вот почему. Вот мы видели с вами обстрел Москвы. Это был реальный обстрел Москвы. У Российской Федерации сейчас меньше дронов, они менее эффективны, а Украина просто... Наши дроны знакомят Российскую Федерацию, граждан Российской Федерации, даже такие прекрасные города, которые все время пьют кофе и считают, что война далеко, они знакомят их с войной. Что есть такая вот война, там гибнут люди и вообще стреляют, и вообще ужас-ужас, как они говорят. Правда, обращу ваше внимание, я посмотрел огромное количество роликов вот с этой бомбардировкой Москвы, там никто не говорил слово «за что?», не понимаю «за что». Это очень хорошо, потому что россияне стали понимать «за что?». Поэтому именно сейчас вдруг договариваться о прекращении каких-то бомбардировок Украина на это никогда не пойдет, потому что Россия находится, как ни парадоксально, в более уязвимом положении. Мы прошли 22-23 год, поэтому у нас худо-бедно и генераторы есть, ну, плохо все, я понимаю, плохо все, но у нас есть генераторы, люди научились покупать всякие вот эти аккумуляторные устройства. Короче говоря, мы это проходили, а самое главное, мы это, вот эти вот blackout, и мы проходили в 22-м году зимой, и мы привыкли, мы понимаем, что это. Понимаете? То есть некоторый элемент децентрализации электричества и тепла у нас существует, появились газовые генераторы, в общем, короче говоря, мы готовимся к новым неприятностям этой зимой. Россия абсолютно не готова ни к чему. Поэтому если бить даже не по ТЭЦ, даже не по их там каким-то электростанциям, а бить по распределительным инфраструктурам, то вдруг неожиданно целые регионы оказываются замороженными. И они к этому не готовы. Ни у кого из них нет генератора, понимаете, который дырчит и мешает соседям спать. Они просто, ну как, они живут и живут, они не знают, что такое война, они знают, что обозначает это слово. А зимой оказаться без тепла и электричества, а вы знаете, что в России, как, впрочем, и в Украине, но Россия более северная, простите, страна, и если у нас минус 2 градуса, то мы как-то можем это пережить. А если у них попадет, где минус 20 градусов или минус 30 градусов в те районы, и через 5 часов полностью трубы будут заморожены, я имею в виду теплоцентраль и так далее, там же все централизовано еще с советских времен. Я думаю, что будут большие проблемы. Поэтому не знаю, как Путину, который понимает, что вот это вот настоящая может быть для него проблема, а не гибель мальчиков в трусиках, на которых ему наплевать. Вот это вот для него большая проблема. Целые регионы, которые просто останутся без тепла и электричества. Поэтому у него может мелькать такая мысль, и он может отправлять каких-то своих людей о чем-то договариваться, но никогда в жизни, я в этом уверен, Зеленский на это не пойдет, украинское руководство на это не пойдет. Это самая уязвимая точка Российской Федерации. Поэтому будут бить. Вот уже вроде бы разрешили бить дальнобойными английскими средствами поражения. Вот, знакомьтесь, это война. В войне участвуют две стороны. Да, но еще такой момент интересный. А вот Путин боится что? Что его регионы будут без тепла, и там люди начнут умирать, или он боится каких-то протестов. Потому что, ну вот пока, даже после той атаки, которая была на Москву, ну как-то люди не сильно там возмущались, выходили, хотя они могли требовать, чтобы им хотя бы там включали сирену воздушной тревоги, чтобы они имели возможность, выбор, там спуститься в подвал или не спуститься. Пока-то, мы видим, по вопросам, россиян очень сильно беспокоит провал реформы вывоза мусора. Вот для чего боится Путин больше всего? Что кто-то выйдет на протест? Нет. Понимаете, любой протест может быть подавлен, Путин боится совсем не этого. Путин боится хаоса. И вариант этого хаоса он увидел во время Курской операции украинцев. Он боится беженцев. Понимаете? Представьте себе, что какой-то целый регион остался без тепла, без света. Что делают люди? Они не бегут на Кремль, потому что Кремль далеко. И они не бегут на местные органы самоуправления, типа мэра и так далее. Мэр разводит руками и говорит, ну вот видите, вот украинские фашисты, вот они наши враги, вот они разбомбили и так далее. Люди спасаются. Как они спасаются? Они едут тысячами, десятками тысяч в те регионы, где пока еще есть тепло и свет. Понимаете, да? То есть то, что произошло на Курщине. Только там часть могла уйти в Украину, я уже не знаю, сколько ушло. А здесь до Украины далеко. Поэтому они берут детей, они берут и едут в те регионы, они туда приезжают. Но Россия совершенно не готова их куда-то селить, их начинают селить в какие-то школы. Кроме того, там на тех территориях начинают действовать мародеры. Короче говоря, дело тут не в протестах и не с криками «Путин, умри, когда толпа бежит на Кремль». Нет. Создаются дестабилизационные, абсолютно нестабильные регионы, в которых недовольство бурлит и выплескивается не на Путина, потому что все они стоят на коленях и говорят «Путин, помоги». Выплескивается на местное население, на местные органы власти, у людей дети, понимаете? Вот это вот та стратегия, которой, по всей видимости, придерживается именно стратегия. Украинское руководство. Вы дестабилизируете нас, мы дестабилизируем вас. Понимаете, когда говорили о Курске, то в основном говорили о военном аспекте этой операции. Но эта операция имеет в большей степени другое значение, когда народ побежал спасать себя туда, вглубь территории России. Вот мы же с вами ничего не знаем, а возникает вопрос, а где они живут? В каких условиях? Сколько им выплачивается подъемных? Понимаете, они же беженцы. Вот они прибежали куда-то, не знаю, там, ближайший населенный пункт, который подальше, там, на 300 километров, да? Что с ними происходит? У кого-то есть родственники, но у 99% родственников нет. Мы ничего не слышим ни о компенсациях, начался учебный год, куда идут дети учиться. Понимаете? Вот чем занимается абсолютно цинично Украина. Люди должны почувствовать, что такое война. Если говорить прямо и откровенно, Путина сложно остановить, но граждан, они должны почувствовать страх. Вот граждане России должны почувствовать страх. Они должны понимать, что может прилететь куда угодно. Они могут, они должны понимать, что могут, может прилететь когда угодно. И если ты не погибнешь, тебе надо договариваться с кем-то в Якутии или туда переезжать. Потому что, если бы Путин сказал, вот, дойдем до края Донецкой области административного, и все, война закончена. Тогда можно как-то пережить. Но он собирается воевать всегда. Понимаете? Поэтому люди спасаются. И дело не в том, что они не обвиняют Путина. Они живут своими мелкими интересами. Но это важные жизненные интересы. Накормить мужа, ребенка отвезти в детский сад или в школу. Их трудно в этом обвинять, что они не думают про Путина. Что с того, что они будут думать? Там нет политических партий, никто его не может сместить. Путин навсегда. Поэтому спасение утопающего дело рук самого утопающего. Им придется думать о том, как себя спасать. И это невероятно дестабилизирующий фактор для Российской Федерации, чем Украина пользуется и должна пользоваться дальше. Что ж, будем ждать хороших новостей из России. Будем ждать больше разрешения от наших западных партнеров, официальных уже. Без никаких «но». Без никаких «давайте пока не будем». Благодарю вас, Матвей, за важный разговор и за время, который вы нашли. Спасибо вам большое. Друзья, дякую каждому. Аккордина Польской, вы с нами. Это телеведущий журналіст. Вас закликаю ставить вподобай в этом видео. Обязательно подписывайтесь, кто с этого, что не сделал. Ну и, конечно, ждем вас в обговорении под этим видео в комментариях. Дякую каждому. Бережите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!